Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать книгу пророка Исаии. На очереди у нас 19 глава. Продолжается серия пророчеств об окружающих Израиль, народах и странах. Вот 19 глава целиком посвящается пророчеству о Египте. В ней содержится Маса Мицраем, пророчество о Египте или против Египта. Египет, Мицраем, это, как известно, страна была главным противником месопотамских правителей. Ассирийской, новоассирийской державы, потом новоавилонской державы, впоследствии персов. В то время, когда Исаия жил, то есть вторая половина восьмого века до нашей эры, в Египте правила эфиопская династия. И мы не только в этой главе, но и в следующей главе узнаем кое-что о Египте и о Эфиопии самой. Так вот, пророчество о Египте, Маса, Маса Мицраем. Начинается оно так, 19 глава, 1 стих. «Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем». Говорится о том, что Господь сам грядет на казать Египет, на облаке легком. Хорошо знакомому с церковным богослужением человеку, сразу же этот стих напомнит одно из песнопений, посвященных Христу и Пречистой Деве. «Господь на облаце легце». Вот есть такая строка в одном из церковных песнопений. И вот этот стих, 1 стих 19 главы, многие литургисты древние и вообще церковные писатели, отцы церкви, видят в этом стихе мессианское пророчество и связывают этот стих, вернее его исполнение, с бегством святого семейства Иосифа, Марии, младенца Иисуса, с их бегством в Египет. И по одной из легенд, когда святое семейство поселилось в Египте, желая спасти богомладенца Иисуса от гнева царя Ирода, то тогда пали все египетские истуканы, египетские идолы, как они здесь названы, Элилим, Элилей, Элилей Мицраем. Элилим — это идолы, истуканы, божества. Если бог на всех семейских языках — это Эль, то Элиль, Элилим — это идолы, божества, ложные. Вот в Египет был так, египетский народ, египетская религия была таковой, что обожествляли все, что угодно. Самым главным божеством был фараон, а также река Нил, которая здесь будет упоминаться. Обожествляли разных животных, конечно же, крокодилов, кошек, жуков, скоробеев, обожествляли первенцев, младенцев мужеского пола первых, которые рождались. Не случайно поэтому десятая заключительная казнь, она состоит в истреблении египетских младенцев. Младенцы эти, египетских первенцев, эти самые первенцы, они египтянами обожествлялись. Был, естественно, непомерный культ египетских правителей, фараонов, поклонялись также Солнцу, Луне, всему воинству небесному. В общем, поклонялись чуть ли не всей твари вместо Творца. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Такую заповедь Господь дал своему народу, Израилю. А вот окрестные народы, окружающие, в то время были многобожниками и идолопоклонниками, и Египет в том числе. Главный противник Египта тех веков, то есть 8-7 века, это Ассирийская держава, Ассур, Ашшур, точнее так. И здесь говорится как раз в этом пророчестве, в длинном достаточно пророчестве, вся 19 глава, говорится о том, как Господь рукою ассирийцев накажет египтян. Мы знаем из истории, что в 60-е годы действительно Ашурба-Непал, в 60-е годы 7 века, это несколько позже, конечно, времени жизни пророка Ишаяху, пророка Исаии, Ашурба-Непал разгромит фивы, духовный, самый главный духовный центр Египта, его духовную, можно сказать, столицу, да и политическую столицу, часто, часто фивы были политической столицей, разгромит Ашурба-Непал, ассирийский Ашур-Нацер-Апол, так его звали, если быть точнее. И сбудется вот это пророчество Исаии. Следует сказать, что через 150 лет после Исаии пророки Иеремия и Езекииль будут также пророчествовать о наказании Египту. Вот. И эти наказания будут продолжаться, Египет все более будет слабеть, будет терпеть поражение и от ассирийцев, и во времена Иеремии и Исаии, во времена Иеремии и Езекииля, прошу прощения, от вавилонян и медийцев, и в дальнейшем уже более поздние времена от персов, которые просто-таки включат Египет в свои владения. Да. Ну, пророчество это сбудется во времена Христа, об этом мы читаем в Евангелии, ну, тайна, вот, тайный смысл этого пророчества, его исполнения, узрела ранняя церковь в лице своих мудрых церковных пастырей и богословов, узрела исполнение этого пророчества в первом пришествии Христа. Но это не значит, что оно не сбылось и раньше. Пророчество имеет свойство сбываться не только один раз, но и два, и три, и больше. Причем одно и то же пророчество может иметь несколько исполнений. И вот здесь, в ближайшей перспективе, по всей видимости, речь идет о нашествии ассирийцев на Египет, о том разгроме, который совершит, возможно, речь идет о том разгроме, который совершит Ашурба-Непал со своими полчищами, придя в Дельту и вообще весь Нижний Египет, поразив его войско и разгромив город Фивы, как мы в этом знаем из общемировой истории. И Египет слабый, его идолы падут перед врагами, но произойдут определенные столкновения военные. Я вооружу египтян против египтян, то есть будет еще и внутренняя война между, видимо, Эфиопской династией, той, которая придет ей на смену. Будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством внутри египетского царства. Оно охватывало, как известно, не только египтян, не только египетский народ, в него входил. Ну и подчинялось также и Верхний Египет, то есть нынешний Судан и даже еще южнее, вплоть до Эфиопии. На восток это был Луд, Ливия. И также Египет постоянно устремлялся к филистимским городам, к финикийским и к Аронту, выше, если брать вверх. Хотел подчинить себе. Ей не раз подчинял в древности, как мы знаем, подчинял себе не раз всю территорию, которую позднее стали называть Палестиной или Ханааном. Известна Талямарнская переписка 14 века, переписка египетского фараона со своими наместниками в городах Палестины. Из этой переписки мы узнаем очень много об истории древнего Египта. Египта времен Исхода, когда Египтом правили гиксы или гиксосы. Потом им на смену пришли другие династии. Об этом периоде говорит Талямарнская переписка 15-14 века до Рождества Христова, эпоха Иисуса Новина, и несколько позже, и несколько раньше. Все это очень интересно. Тогда Египет был на вершине, быть может, на одной из вершин своего могущества. Противостоял он могучей хетской державе. Но переписку они вели, как ни удивительно, не на египетском языке, не на хетском, а на аккадском. Эта переписка сохранилась, ученые расшифровали эти письмена. Но та эпоха, о которой пророчествует Исаия, это гораздо более поздние времена. Если говорить о времени Исаии, это вторая половина VIII века до Рождества Христова, а пророчества, возможно, имеют отношение, вот эти конкретно пророчества, содержащиеся в XIX главе, могут иметь отношение к VII веку до Рождества Христова, когда Египет потерпел сокрушительное поражение от Ашур-Нацер-Апола и его полчищ, то есть от ассирийцев. «И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям». То есть всю свою мудрость Египет соберет воедино, чтобы противостоять не только физически, но и идеологически чужим царствам, чужим богам, но ничего из этого у египтян не получится. Идолы его падут, то есть боги египетские оставят и не будут больше покровительствовать египтянам. Египет окажется во власти жестокого властителя, как мы читаем в следующем, четвертом стихе, «И придам египтян в руки властителя жестокого, и свирепий царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф». Господь Саваот, Господь воинств, тетраграмма плюс вот это слово Саваот, армии, полчища, воинства. Господь, он верховный головнокомандующий не только израильской армии, но и всех армий мира. Он Господь Саваоф. И армии земных, естественно, армии небесных, то есть ангельских сил. «И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет». Удивительно, полноводная река Нил, одна из двух величайших рек мира, наравне с Амазонкой, но Исаия навряд ли знала существование Амазонки, такой для Исаии, река, речь идет именно о реке Нил, Иор, в священном израильском, еврейском тексте именно называется эта река, но часто называется она просто река. Вот, как здесь сказано, в пятом стихе, «нагар», просто «нагар и хераф в евэш», то есть, вот этот «нагар», река, имеется в виду река Нил, и она высохнет, как здесь сказано, что невероятно, конечно, потому что река очень полноводная, бурная, могучая, длиной не одну тысячу километров, пересекает большую часть Африки, и эта река является источником силы и могущества египтян, невероятных урожаев, которые собираются, предметом торговли египтян, были зерновые культуры, как известно, даже и позднее гораздо, во времена римлян, во времена Византийской империи, Египет кормил и саму Византию, и все Средиземноморье, но вот потом, в 20 веке, как мы знаем, во времена Нассера, была построена Суанская плотина, не без помощи советских строителей, и с этой рекой стало твориться нечто не очень хорошее. С одной стороны, вроде бы, это источник электроэнергии, гидроэлектростанция на такой мощной реке, а с другой стороны, не стало уже тех сказочных урожаев, которые приносила эта река. Ведь каждый год сверховьев Нил нес в низовье, в дельту, множество этих рукавов, русел, на которые вот эта дельта шириной более 200 километров дельта, вот, и продолжительность этих рукавов тоже очень большая. Так вот, не нужно было сеять, пахать. Каждый год весной сверховьев река приносила очень много ила. Этот ил доходил толщиной, как говорят библейские географы, до 10 сантиметров, и поэтому сказано в книге Клисиаст, пускайте хлеб по водам, то есть, может быть, просто люди бросали зерно в воду, и оно оседало в этих тихих заводях среди местности вот этой водной местности, где водные русла, тихие, спокойные, где берега илистые, и вот там между этих русел распаханные, не распаханные, а просто поля, которые засевались пшеницей, и не требуя обработки, приносили баснословный урожай, сам сто и больше зерновых культур. Так вот, здесь говорится о невероятном, о том, что вот эта самая река, она иссякнет и высохнет, река Нил, и воды в море истощатся. Этого не произошло ни при Ашурбе, Непале, который захватит Фивы, этого не произошло ни при пришествии святого семейства в Египет, и не произошло этого даже при сооружении Асуанской плотины несколько десятилетий тому назад. Это, видимо, пророчество, еще ожидающее своего исполнения в эсхатологической перспективе в конце времен. «И оскудеют реки и каналы египетские обмелеют и высохнут камыш и тростник завянут». Камыш, тростник, помним мы корзинку тростниковую, в которой был положен Моисей среди вот этих вот рек, рукавов, заводей, берегов реки, как об этом повествуется в книге «Исход». «Оскудеют эти реки», имеется в виду русло, на которое разбивается единая река Нил «Дельте». Камыш и тростник завянут. «Поля при реке по берегам реки и все посеянное при реке засохнет, развеется, исчезнет». Таким образом будет подорвано экономическое могущество Египта, а если экономическое, то значит и политическое, и военное, все ведь держится на экономике, а политика и сила армии это уже надстройка, как мы знаем, из курсов политэкономии. Так вот, оскудеют, оскудеет это, надломится как бы фундамент сам египетского могущества, треснет и оскудеют реки, каналы египетские и так далее. Поля при реке все это засохнет, развеется, исчезнет весь урожай, Египет уже его не получит. Дальше говорится о том, что восплачут рыбаки и возрыдают все бросающие уду в реку и ставящие сети в воде впадут в уныние. Замечательные рыбы водятся в верховьях Нила, в Уганде, в Судане. Очень вкусные рыбы. Множество названий этих рыб имеется и до сих пор поставляются они, эти рыбы, и в европейские страны, и в самом Египте. Кто бывал в Уганде, в Судане, знают, как вкусны эти рыбы. И вот рыбаки останутся без улова. Ну, если река высохнет, где же рыбу-то ловить? Она вся перемрет. И они восплачут и возрыдают. И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен. То есть и лен не будет расти, если засуха. Когда-то там, где была Сахара, колосились хлеба и зеленели леса. Зона опустошения все время растет, климат меняется, засуха. Возможно, когда-то это постигнет и Египет. А скорее всего, это будет не просто климатическое изменение, пересыхание Нила, а Господь своим духом, вот этим Руах-Кадим, восточным ветром, которым иссушил когда-то Черное море, наверное, иссушит и обнажит русло Нила и иссушит его. Это будет казнь египтянам и всем, если здесь говорится о Египте, то можно подумать, что имеются в виду вообще все идолопоклонники. Самой могущественной державой когда-то был Египет, и что с ним стало, стоит поехать в Египет и посмотреть на жалкое состояние этой страны, этого народа. Вот все в руке Божьей. Могущество Египта Господь когда-то попустил и когда-то с этим могуществом Он покончил рукой ассирийцев, даже участь потом постигла самих ассирийцев, потом вавилонян, персов, греков, римлян, Советский Союз и так далее со всеми остановками. Господь кому хочет дает царство, а у кого хочет их отымает. Все в Его божественной власти в Его руке. И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Не понадобятся им больше ни садки, никакие бы то ни было другие рыболовные снасти. Нечего будет уже ловить. Одиннадцатый стих. Так обезумели князья Цоанские. Князья Цоанские. Цоан это еврейское название одного из городов Дельты Танис. И эти самые князья, они упоминаются в псалмах, кстати, тоже Цоан упоминается. То есть правители, князья, власть египетская, они обезумели, они не могут принимать правильных решений. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Глупые советы дают они своему правителю. Обращается дальше пророк непосредственно к этим самым князьям и советникам фараоновым. Как скажете вы фараону, я сын мудрецов, сын царей древних. Мудрость египетская, которую когда-то всю познал Моисей, правда, предпочтел страдать с народом божьим, нежели быть вторым после фараона в Египте. Вот эта вся мудрость египетская, она будет посрамлена Господом, и ничего от нее не останется. И советники устыдятся фараоновы. Ничего путного и мудрого они своему правителю не смогут сказать, как, каким способом спасти падающую власть. «Где они?» обращается пророк к Египту. «Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте». Вот все, что произошло с Египтом, его постепенное ослабление и, в конце концов, его крах политический, военный, все это совершилось по определению Господа Саваофа, Бога Израилева. Где-нибудь в Южной Америке, в царстве инков каких-нибудь, там тоже все совершалось и в те времена, в библейские времена, тоже по определению Господа. Ведь все во Вселенной совершается по определению Господа. Господа Саваофа, верховного главнокомандующего всех войск земных и небесных, единственного суверена и на земле и в небе. «Обезумели князья Цуанские». Повторяется в 13 стихе то, что сказано было в 11-м. «Обманулись князья мемфисские». Мемфис или на еврите название этого города, находящегося в дельте, звучит Сарайнов, князья города Нов. Вот этот город Нов в русском переводе, в синодальном передается как Мемфис, Мемфис, видимо, через греков. Город не раз тоже упоминается этот город, в том числе в книге Бытие, в истории, связанной с Иосифом. Так вот, эти самые князья мемфисские совратили Египет с пути главы племен его. Неразумные советы давая и ведя неправильную совершенно политику, они своими плохими советами привели фараона к поражению перед ассирийцами. Но почему они давали такие глупые советы? Им Господь в сердце вложил давать эти глупые советы своему фараону. Поэтому они давали глупые советы. Господь послал в него дух опьянения фараона и его царство египетское. И они ввели Египет в заблуждение. Вот эти князья, советники во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит и не своей. Очень красивый образ, яркий, пьяный. Он пытается встать, скользит и вновь падает лицом обратно в свою блевотину. Никак не может встать. Мы часто наблюдаем это на улицах наших городов во время общенациональных праздников. Вот то же самое будет в духовном смысле и в политическом с Египтом и со всеми его князьями да и с самим фараоном. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. Известный образ. Это не единственный раз, когда этот образ встречается. Голова и хвост, пальма и трость. То есть глава это, видимо, фараон, хвост это его советники, а может быть вообще египетский народ, который следует за своим вождем, за фараоном. Пальма и трость. Пальма мощное, мощное растение. Ученые, ботаники говорят, что это не ерево, это трава, но это самая крупная, можно сказать, трава, это вот пальма. И трость, небольшое, небольшое совсем растение. Трость, кона, измерительная трость тоже. Канон, кстати, слово, известное слово канон, употребляемое нами, пришедшее к нам из греческого языка, но имеет египетское происхождение, египетскую этимологию, означает трость, трость для измерения. Часто этот термин используется в священном писании. Потом он перешел как заимствование в греческий язык и к нам в русский через слово канон. Или канон, кому как угодно. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он подымет на них. Подымет Господь свою руку, призывая наказание, посылая своих ангелов, ну и заодно посылая полчища ассирийцев для наказания египтян, отдавая таким образом свой приказ. Вот у маршалов были маршальские жезлы. Сейчас маршалов нет, но когда-то совсем недавно кругом были одни маршалы. Вот у них были маршальские жезлы. Они с помощью этих жезлов указывали для указания. Этот жезл был, а не только, чтобы на парадах щеголять. Вот Господь рукой своей даст знак поразить Египет. земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Савофа, которую он постановил о нем. Почему земля Иудина? Ведь поражение Египту нанесли ассирийцы, ашур, их полчища. Ну, как я уже говорил, пророчество, и дальше мы увидим в заключительных стихах этой главы еще более наглядно, пророчества эти относятся Исаии не только к его временам, но и имеют отдаленную эскатологическую перспективу последних времен, когда будут совершаться уже последние сражения, последние суды. Вот, и земля Иудина, как известно, святая земля будет центром нового мира. Во-первых, там не в земле Иудина, а вообще в израильской земле, если брать в целом, произойдет последнее сражение книги Иезекииля, Гог, Магог, Армагедонская битва, Апокалипсис Анна Богослова продолжает эту тему. Вот, и там же потом, после Второго пришествия и после Суда Божия, как мы знаем из пророчеств, будет центр нового мира, Иерусалим, Иерушалаем, Святый Град, к нему стекутся все народы. Начало исполнению этому положено было в день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, но полное завершение, торжество вот этого нового божественного миропорядка наступит уже после Суда Божия. Будет Армагедонская битва, глобальная катастрофа, когда все полчища, всех идолопоклонников, которых здесь олицетворяет Египет, будут сломлены, земля Иудина с центром в Иерусалиме будет центром притяжения для всех племен и народов, которые стекутся как реки к горе Сион, к месту особого присутствия Божьего и, как сказано, у пророка Михея и у пророка Исаи в начальных главах, перековав свои мечи на орала, копья на садовые ножницы или серпы, не будут более учиться воевать, но будут стремиться познать божественное учение. И источником этого учения будет гора Сион. Оттуда оно, это учение, выйдет для того, чтобы наполнить собой всю Вселенную. Полное торжество этого исполнения будет в конце времен. Вот эти пророчества, содержащиеся во второй половине девятнадцатой главы, по всей видимости, говорят уже о конце времен. В тот день, 18 стих, тот день, айом агу, это синоним выражения день господень, йом плюс тетраграмма. Вот часто вместо день господень мы встречаем в пророческих книгах выражение тот день, айом агу, речь идет о последнем времени, о дне господнем, дне решительного вмешательства Бога, Бога Израилева, Господа Саваофа, в историю своего народа и историю всех народов. В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться господом Саваофом. Один назовется городом Солнца. Удивительный стих, эскатологическое пророчество, языком ханаанским, то есть языком еврейским. Древнееврейский язык и ханаанский язык, по сути был один язык, то есть пять каких-то неких городов, они здесь не названы, будут говорить на еврейском языке. Известно, что еврейская диаспора была в Египте с незапамятных времен, во времена Исаии, там жили евреи, был даже на острове Элефантина храм, посвященный Господу, это несколько позже, правда, чем Исаии, но и до этого, по всей видимости, евреи жили в Египте и после плена, после того, как народ был выведен Моисеем спустя века, может быть, даже с Соломоновых времен, ведь не случайно туда бежал когда-то Ироваам Первый, мятежник, поднявший мятеж против Шломо, против Соломона. В общем, есть какие-то намеки, содержащиеся в Писании и в истории общемировой, о том, что издревле, за много-много столетий до нашей эры, задолго до Исаии, в Египте была большая, в Мицраиме была большая еврейская диаспора. Но позднее она стала еще более значительной после того, как вавилоняне захватили Иерусалим, вавилонский плен, но часть народа бежала в Египет. Мы об этом узнаем из книги Иеремии. Потом в эллинистическую эпоху, Александрия огромный город, быть может, самый большой город во всем мире тех времен. Александрия египетская, названная в честь Александра завоевателя, Александра Великого. Вот в ней, в этой самой Александрии, по некоторым подсчетам ученых, в этом огромном городе приблизительно треть населения, а может быть, даже до половины составляли евреи, было еврейское население. Большая диаспора была и в других городах, вот здесь говорится о неких пяти городах, где будут жители этих городов говорить на еврейском языке. Но, опять же, скажу, что возможно и вероятно, что это пророчество, содержащееся в 18 стихе, относится к отдаленному будущему, то есть, имеет эсхатологическое содержание. В тот день, 19 стих, опять выражение Айом Агу, в тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. Ну, явно, что здесь речь не может идти об Лифантинском святилище, потому что там на острове Лифантина был действительно храм, посвященный Богу Израилеву, Господу, но не думаю, что он по всей видимости, этот храм не был легитимным в глазах евреев Иерусалима, евреев, иудеев, живших в стране Израиля, и он был такой, скорее, еретический храм, хотя и посвящен был Господу, Богу Израилеву. Вот здесь речь идет о некоем жертвеннике посреди земли египетской. Египет оплот идолопоклонства, апофеоз зла, и мрака духовного, куда нисходят, спускаются, глагол «я рад», и откуда восходят, подымаются, глагол «Алла», вот там будет торжество божественной правды, божественной справедливости и божественного милосердия. посреди земли египетской будет жертвенник Господу, как здесь сказано в 19 стихе, мизбэх ладонай, мизбэх жертвенник. Ну как же, а как же иерусалимский жертвенник? Ведь только в Иерусалиме, с времен Иосии благочестивого, царя иудейского, только в Иерусалиме был легитимный жертвенник Господу. Но здесь говорится о каком-то жертвеннике новом и тоже легитимном, иначе пророк бы не говорил об этом легитимном с точки зрения Господа самого жертвенник, посвященный ему, законный жертвенник. Значит, это будет и Египет, и Эфиопия, мы читаем в псалмах прострет руки к Богу, и народ, населяющий Египет, тоже обратится ко Господу, их потомки. То есть, будятся невероятные долопоклонники, примут Бога Израилева. Жертвенник, может быть, имеется в виду не физический жертвенник, а как как центр, особое место служения Господу, где, быть может, не коров, не быков и козлов будут приносить жертву, а жертву уст, хвалу Богу. Египтяне восхвалят Бога Израилева и будут поклоняться Ему. Может быть, здесь жертвенник следует понимать в переносном смысле. Возможно. то же самое памятники Господу, некий памятник, взирая на который, люди будут вспоминать о Господе, у египетских пределов Он будет, то есть, на самом краю главной идолопоклоннической державы. Эцельгвула, то есть, у предела ее, у предела Египта, у предела Мицраима, все страны и все города женского рода на еврите, как мы знаем. Читаем дальше 20 стих. Здесь говорится «И будет Он знамением и свидетельством о Господе Савеофе в земле египетской». Кто Он? Что Он, точнее? Это тот памятник, о котором говорилось в предыдущем 19 стихе. Это Мацева. Вообще, слово Мацева имеет очень негативную коннотацию. Речь идет о языческих культах. Но здесь слово Мацева в некоторых других случаях тоже имеет положительное значение. Здесь это памятник Господу. То есть, это не Мацева в честь идолов, не стела, посвященная идолам или солнцу, а здесь посвящается памятник Господу у пределов земли египетской. Потому что они воззовут ко Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. Не называется. Что это за притеснители, но содержится пророчество, что египтяне воззовут ко Господу. Ни к Амону своему, ни к Ра, ни к своим всяким божествам, а воззовут они к Богу Израилеву, то есть ко Господу. Призовут имя Господне, а всякий призывающий имя Господне, как мы знаем, спасется. И поэтому Господь их спасет, пошлет им спасителя. Вот если мы призовем имя Господне в трудной, безвыходной ситуации, в тяжелой, то Господь нас спасет. Нужно лишь призвать имя Господне. Значит, египтяне будут знать имя Господне, оно будет им открыто, а иначе как призывать имя того, кого ты не знаешь. То есть, здесь говорится о просвещении египтян истинной веры. Они будут призывать имя Господне. И по пророчеству Йоэля, повторенному затем в деяниях апостолов, всякий призовущее имя Господне спасется. Господь явит себя в Египте, 21 стих, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары и дадут обеты Господу и исполнят. То есть, египтяне станут народом Божьим, присоединятся к народу Божьему. Интересный образ, прекрасный, яркий, замечательный, предлагает в своем послании апостол Павел. Он сравнивает все народы с дикими ветвями маслины, с дикой маслиной. А Израиль называет природной маслиной, оккультуренной, о которой заботятся, которая приносит добрый плод. И вот выговорит привиты, обращается Павел к язычникам, выговорит привиты через веру во Христа к природной маслине. Дикие ветви привились к природной маслине, оккультурились, если брать этот сельскохозяйственный образ, сельскохозяйственную метафору Павла. Вот так все народы присоединились к Израилю через веру, через Христа, через Мессию и составили с Израилем единый народ. Мы из языческих народов, обратившиеся к истинному Богу через Христа, мы присоединились к единому народу Божьему, к израильскому народу. Мы не стали новым Израилем, который должен был бы заменить ветхий Израиль. Нет. Обетования Божьи вечны и нерушимы. Все обетования, данные Аврааму, Исааку, Якову, Моисею, израильтянам, Давиду, они непреложны, они неизменны, Бог не может их отменить. А что же с нами? А мы участвуем в этих обетованиях через веру во Христа. Мы присоединились к Израилю, составили с Израилем единый духовный народ. Называемся чадами Авраамами по вере. Опять же, если цитировать Павла. И Господь явит себя в Египте. И египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. Удивительное. Пророчество, 21 стих. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. Значит, наступит тяжелая военная ситуация. Военная, политическая, духовная, моральная, экологическая. Река Анил высохнет. В общем, глобальная катастрофа наступит, тотальная для всего Египта. И вот в этой ситуации жители Египта воззовут, воззапьют ко Господу. И вот это наказание, которое Господь наслал египтянам, нашлет, оно будет, оно переменится в божественное благоволение. Через покаяние к избавлению. И к исцелению. Покаяние, оно исцеляет. Что такое покаяние? Это не просто осознание своих грехов и их исповедание. Это возвращение к Богу. Возвращение ко Господу. И когда народ или человек отдельный ко Господу возвращается и начинает уже, оставляет путь греха и идет путем спасения, тогда Господь приносит ему исцеление, избавление и искупление. Услышит их и исцелит их. Значит, Господь поражает и Господь исцеляет. Он поражает египтян и исцеляет их. Как и любой народ, как и все народы земли. Поражает Израиль и исцеляет его. Поражает его жестоким вавилонским пленом, а потом вызволяет остаток народа из этого плена. Поражает Господь наш народ, а потом милует. История XX века вполне красноречиво об этом свидетельствует. Для тех, кто умеет, имеет очи, чтобы видеть. Нам нужны еще и уши, чтобы слышать, поэтому послушаем последние стихи Исаии. И в тот день из Египта в Ашшур, в Ассирию, из Мицраима в Ашшур, будет большая дорога. И будет проходить Ашшур в Египет и египтяне в Ашшур, в Ассирию. И египтяне вместе с ассирийцами будут служить Господу. Израиль, Иудея, между двух великих держав. Маленькая, затерявшаяся в Иудейском Нагоре страна с центром в Иерусалиме, которая постоянно находилась в ассальной зависимости от великих держав. Она станет таким образом не предметом вражды между Египтом и Ассирией, а центром, через который будет проходить большая дорога. Большая дорога и египтяне будут по ней ходить, мирная дорога в Ассирию, ассирийцы будут ходить в египтян, и все вместе будут служить Господу. И египтяне, и ассирийцы, две великих страны, два великих народа, самых великих в те библейские времена и для Исаии, и для его современников, вместе с его народом, с народом пророка Исаии будут служить Господу. Частично это пророчество сбывается через Христа и через христианскую церковь, когда представители всех народов, и египтяне, в том числе, и ассирийцы, есть ассирийская церковь Востока и другие потомки ассирийцев, христиане, в Египте осталось много христиан, вот, частично это пророчество сбылось в христианстве, но окончательного и полного своего исполнения, когда все египтяне, и все ассирийцы, и все австралийцы, и все, не знаю, кто там, чилийцы, и все россияне, все мы будем служить Господу. Не будет такого народа, который больше бы не служил Господу, а создавал бы себе кумиров по своему человеческому образу и подобию, занимался самым отвратительным делом, которое только может быть, занимался бы идолопоклонством. Нет, идолы Египта падут, и падут, упадут все идолы, идолы все, всех народов, ассирий, ассирий, Египта, будет только Господь, и только Ему будет жертвенник, и только Ему будут приноситься обеты, только Ему будут воздаваться хвалы. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли. Где середина земли? Посреди земли. Имеется в виду земля Израиля. Вот там будет благословение, и все за этим благословением устремятся в Святой Град в Иерусалим. И египтяне, и ассирийцы, и все народы земли. Об этом много содержится пророчеств у других пророков, не только у Исаии. Так вот, посреди земли запятая, которую благословит Господь Саваоф, говоря, «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих ассирийцы, и наследие мое Израиль». То есть, единый народ, состоящий из многих народов. Из многих народов и раз составлен Израиль. Новый Израиль, который видит Исаия. Он же и ветхий Израиль, но он обновленный Духом Божьим, и к нему, к этому древнему народу Божьему присоединились и египтяне, и ассирийцы, и русские, и украинцы, и все народы земли. Запись сделана для библейского портала Экзегет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова